окей продолжаем в этом уроке мы разберемся с такими текстурами как roughness и metalness но давайте начнем с metal metalness так давайте по группам разделим индикатор делаем это тюб тюб зим труба а это знаки группа может instruction так вот сделаем и все это возьмем и группируем как байска дублокей клэр таки групп то есть сделаем это у нас бейс колор 5 чем теперь мы там нас это должно быть черно-белая картинка так что background тут нужен абсолютно черный свой бэкграунд будет как я делаю металл нас абсолютно черным вот и дайс колор сделаем его абсолютно белым потому что это металл полностью должно быть и и так инструкция струкшен инструкция 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 это поверх металла краска принципе принципе можно оставить как как металл но чуть-чуть так давайте зайдем внутрь и наоборот мультиплей сделаем так вот инвертируем 50 лет 30 так вот берем чуть-чуть металл нас отсюда и склад склад fire squad тоже сделаем примерно таким краска и вот текст нужно текст 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 то же самое делаем цвет таким же вот и пластик пластик мы делаем черным вот и металл металл нас тоже делаем белое так подождите пластик черный и tube вот этот можно спрятать пластик ел он не металл поэтому можем оставить так так все все готово вот эти индикаторы сделаем как слой match и делаем черный так вот и готово давайте сохраним как текстуру металл нас нет так импортируем текстуру так материал открываем и бросаем сюда текстуру так металл нас металл нас нет металл нас нет лайк вот такой вот эффект может сделать материал двухсторонним так надо поработать так вот здесь как тут надо отключить попробую отключить с аргавой посмотрим что-то пошло не так так тут нельзя отключать оказывается так немножко добавим сверху зальем сверху черным цветом и прозрачность делаем 20 и не хотят попробуем 40 так смотрим что из этого получится потом мне не очень нравится что он такой слишком металлический какой-то темноватый вот так так теперь поработаем с текстурой граф наса так слишком 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 так тут давайте делаем 25 ну вот так вот все это делается методом проб и ошибок так вот так нормально так и теперь поработаем с раф носом опять такими дублируем бэйс колор переименуем группу как раз нас рову так ров теперь все делаем так как раз нас бэйс колори белый и сделаем его давайте посмотрим какой у него цвет основной цвета какие цвета тут раз нас получается будет пускай так остается и тут надо сделать наоборот мультиплай инвертировать вот и скотт 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 тоже так и фаер скотт такой цвет так и металл вот эта текстура так тут надо добавить цвет такой вот сделаем ну давайте более такой темный так наоборот так вот эта часть металл мы сделаем раф нас раф нас тут отключим делаем почти темным да вот так вот тут надо сделать серым так вот эти индикаторы сделаем как можно сделать раф нас если краска краска то можно чуть-чуть потемнее так что побольше блика было так раз нас пластик и давайте пока попробуем вот так вот оставить вот это надо инвертировать мультиплей вот вот 0 вот так вот вот эту часть у нас нет тоже темнее надо темнее вот так вот так попробуем сохранить это типа раф нас применяем текстуру раф нас он поменяем текстуру рафа странно смотрится так сркб если сделать то текстура не работает она сейчас вот вот так но получилось так делаем поправки тут слишком отражает раф нас поэтому сделаем следующее вот здесь посмотрим на сколько надо поднять повыше сделать так сделаем повышен так вот и этот пластик тоже немножко надо матрина так давайте так и металл металл тоже чуть-чуть повышен делаем вот так вот и вот эта часть тоже вот эта инструкция тоже так 40 так то что было у нас а не так gpk png и а кей так пластик он все равно слишком слишком глянцевый металл цвет надо чуть-чуть потемнее сделать так цвет именно цвет так раз у нас труба труба слишком глянцевая поэтому этой сыровь нас надо побольше делать то есть посветлее вот так вот и попробуем сохранить посмотрим вот-вот-вот-вот так где у нас а есть все нормально так попробуем поставить точность света так и так неплохо и поработаем с текстурой в этой частью так diffuse дефьюз бей скалор так вот это все сделаем чуть-чуть потемнее вот так вот и более такой желтоватый оттенок добавим вот так вот сохраняем вот так вот сохраняем с пользуя только фотошоп вот и все так попробуем сделать следующее так надо сделать вот этот крепеж сюда поставить вот просто просто дублируем сюда как элемент еще так вот и еще раз экспортируем экспорт selected римпорт вот так вот так вот давайте дублируем посмотрим с разных сторон так нормально и достойный огнетушитель можно конечно можно было бы добавить какую текстуру грязи там так далее но это это уже второе можно было бы еще добавить окружен запечь окружен но это нужны второстепенные программы такие как substance painter например или в самом максимум на было бы запечь но это сняло бы гораздо больше времени так возможно в следующем уроке я запишу видео как сделать то же самое только substance painter и там будут дополнительные текстуру такие как окружен обед окружен вот и normal map и все готово и встретимся с вами на следующем следующем уроке все пока